Итак, сегодня у нас 15 января, ровно середина первого месяца, первого нового нашего 22 года, и мы начинаем второй этап моего авторского обучения, выгрузка памяти. И в первую очередь, я посмотрела, мы сегодня опять здесь с разных абсолютно концов земли, с разных стран даже и с разных городов, это замечательно, уже 130 человек, и я хочу задать вам для начала один простой вопрос. Поставьте мне, пожалуйста, единички, те люди, которые не были на первом уроке выгрузки памяти и не посмотрели его в записи, то есть те, которые вообще не знают, о чем пойдет речь. Есть такие? Которые не были на первом уроке и не посмотрели в записи. То есть такие есть. Тогда у меня к вам вопрос. А как вы собираетесь понять сегодняшний урок? Вот смотрите, ребят, первый урок был три дня назад. Было трое суток для того, чтобы его посмотреть и прийти на второй урок подготовленными с пониманием того, что будет происходить. Ссылки на записи стоят во всех чатах. Вот после каждого занятия я скачиваю, закачиваю на YouTube и ставлю ссылочки по чатам. Поэтому, если вы попали на этот вот по ссылке сюда, то вы точно можете в вашем чате найти записи. Если в вашем отдельном каком-то чате их нет и вы больше нигде не находитесь, кроме своего личного маленького чата, значит, долбите ваших вышестоящих, тех, кто вам ставит ссылки на вебинары и на тренинги в ваши чаты, чтобы они дали вам запись. Потому что получается, ребят, что вот сегодня вы пришли на практику вождения, но вы ничего не знаете ни о автомобиле, как он вообще сделанный, и вы не учили, даже не посмотрели правила дорожного движения. И сегодняшний вот этот урок, он вам сделает просто бардак в голове, вы ничего не поймете. А если вы сегодня ничего не поймете, то на следующий урок вам вообще не будет никакого желания идти. И ваш мозг скажет, это все фигня, это все не работает, и это никому не надо. Вот я не просто так поставила ролик перед занятиями, который говорит, что нужно делать. И если мы хотим, мы всегда найдем, как это сделать. Все остальное это отговорки, оправдалки нашего ума, который, к сожалению, в больших случаях нам не помогает, он нам вредит. Я хочу вам сразу сказать на пороге, и буду постоянно это повторять. Никакое, абсолютно никакое, даже самое дорогое и самое классное обучение от самых крутых тренеров в мире не работает без ответственности, личной ответственности и практики, без действий, без усилий не работает. Знание остается знанием, оно остается просто информацией. Если вы не делаете действий и вы не делаете усилий для того, чтобы применять на практике то, что вы изучаете. Это иллюзия, это ложь нашего ума. Ум не привык делать усилия. Если у вас в привычке нету уже заложенного компонента, который вас постоянно тянет на применение чего-то нового, то есть вы встаете и каждый день говорите, сегодня я попробую что-то новое, да, и вырабатываете привычку не просто пробовать, но и доходить до результата, даже какие-то маленькие шажочки, неважно что. Не знаю, сегодня я попробую там сварить маленовое варенье, научиться как его делать, или готовить яичницу каким-то другим способом, или, не знаю, там еще что-то. Написать 10 слов не правой, а левой рукой, да, или научусь считать в обратном положении, неважно что. То, если у вас нет вот этой привычки, что что бы вы ни брались, и вы часто берете за что-то новое, и все доводите до конца, то вам нужно тренировать ваш ум. Он не даст вам просто так переключиться на то, чтобы, когда вы посещаете обучение, любые, это не касается только моих вообще, обучения, чтобы у вас потом шли результаты. То есть, если вы не имеете привычки делать новое, да, и учиться, и доходить, доводить себя до успеха, то не ждите, что это будет легко, или как-то там само по себе, как многие считают, что типа, ну я так вот там готовлю борщ, готовлю ужин в семье, краем уха я послушаю школу, это значит, что я уже все знаю и все умею. Вот так оно точно не работает. Не врите себе, не будет никаких результатов. И это не потому, что школы плохие, или лидеры вам что-то не так дают, или как-то непонятно объясняется. Да нет, это потому, что вы не хотите напрягать свои мозги. Мы здесь все собрались для бизнеса, для очень серьезного бизнеса, для очень масштабного глобального бизнеса, в котором есть большие деньги. И если вы раньше этим не занимались, и вы хотя бы раз в жизни не заработали себе разово полмиллиона долларов или евро, то просто поймите, что вам нужно этому учиться. И учиться с первых шагов. Я даю как раз эти первые шаги, без которых вам будет очень сложно достигнуть больших успехов. Ну вот представьте себе, вы выходите на улицу, да, из своего подъезда или своего дома, а перед подъездом большущая-большущая лужа. Вот ее никак не обойти. И у вас на ногах сандалии. Вы постояли-постояли, вам нужно идти, и вы шлепаете по этой луже в надежде, что ноги останутся сухими. Как вы думаете, будут ноги сухие или они все-таки промокнут, если вы пойдете в сандалиях? Вы перешли через лужу, прошли мокрыми ногами, идете дальше, у вас сандалии хлюпают, дискомфортно, неприятно, сандалии долго сохнут, вполне возможно, что вы заработаете себе кашель или насморк с мокрыми ногами. Как вы думаете, на следующий день вы пойдете опять в этих же сандалиях, зная, что перед подъездом лужа? Или вы все-таки оденете сапади? Ну, я думаю, что по логике, если у человека хотя бы, ну, какая-то доля сознания есть, он точно оденет сапоги. Так вот, то же самое нужно делать по отношению к бизнесу, ребят. Если вы видите, что ваши сандалии не помогают вам достичь успеха, да, в бизнесе, оденьте сапоги. Это на самом деле очень просто. Нужно просто переобуться для того, чтобы в правильном направлении, в правильной нагрузке и с правильными инструментами дойти туда, куда вам нужно. Потому что в мокрых сандалях вы туда не дойдете. Вам будет ни до чего. У вас будут сопли, температура, кашель, и каждый раз вы это будете просто усугублять. Если вы в бизнесе попробовали, неважно даже в каком бизнесе, это не касается сетевого, это касается вообще любого занятия. Ну, а потому как мы здесь группа по бизнесу, да, то есть если мы говорим о бизнесе, в бизнесе особенно. Если вы попробовали в одном бизнесе, в другом бизнесе, если вы тем более не занимались никогда бизнесом, или вы занимались сетевым, но не очень успешно, то вы должны понимать, что нужно переобуться, нужны другие инструменты. Нужно одеть сапоги, потому что вы до сих пор ходили в сандалии. Мы, может быть, сменили одни сандалии на другие, но результат тот же самый. Сопли, кашель и температура. Поэтому давайте-ка мы поймем с самого начала, что на сапоги недостаточно просто посмотреть, что они и знать, что они у вас стоят там где-то дома, да. Их нужно одеть на ноги и в них нужно походить для того, чтобы дойти туда, куда вы собрались идти, потому что в сандалиях вы туда не дошлепаете. Извините за то, что я часто повторяю, но как психолог, работая с подсознанием и с памятью людей, я знаю, что эти схемы нужно очень жестко пробивать и не по одному разу. Поэтому, опять же, вот я согласна с роликом, который вы посмотрели. Лучше плохо начинать, чем хорошо ничего не делать. С этим я полностью согласна. Лучше плохо начинать, чем хорошо ничего не делать. Давайте будем начинать обучаться и не бояться этому, потому что даже если с первого раза вы не поймете или не получится, да, ничего страшного в этом нет. Я сегодня перед уроком попросила на двух чатах, скажем, добровольцев написать ответы на те вопросы, которые они дали по домашнему заданию предыдущего занятия. И, честно говоря, я была неприятно удивлена. Объясню, почему. Потому что я ожидала, что сейчас, ну, прям все кинутся писать, а написали всего семь человек. То есть на уроке было тоже где-то около двухсот человек, написали всего семь. У меня тогда следующий вопрос. Кто сделал выгрузку памяти через список? Первый вопрос. Поставьте мне, пожалуйста, единицы. Кто сделал выгрузку памяти, то есть выписал полностью список по задачам предыдущего урока? Я вам объясняла, что нужно это сделать в 72 часа, а не позднее. В противном случае ваш мозг закрывает ворота, и вы уже не докопаетесь до той памяти, которую нужно вытащить. Вот это все люди, которые мне сейчас поставили единички, а остальные где? Нас 163 человека. То есть вы настолько себя не любите, вот настолько вы себя прямо не цените, что вам некогда себе любимым дать то, что вам может дать толчок в развитии бизнеса и ускорение к большим деньгам. Задайте себе этот вопрос, вот те, кто этого не сделал. Окей? Потому что в этом случае вы себя просто обманываете. Хождение просто по курсам, по школам, по учителям, оно само по себе не дает того, что дает практика. Окей? Это первое. Второе. Скажите, пожалуйста, почему лидеры или тренера должны на вас тратить время, драгоценное? Потому что время – это самый драгоценный ресурс у человека, если вы потом не используете то, что вам дается. То есть это обесценивание того, что вам дают другие люди. И опять же, задайте себе вопрос, а какую ценность вы из себя представляете, если вы так не цените других людей, их труд и их порыв дать вам что-то, что для вас же нужно? Потому что тот, кто дает, допустим, я, у меня это уже есть, у меня это работает. Задайте. Ну, конечно, тот, кто идет в глубины памяти, у него этот список будет пополняться и пополняться и пополняться. Главное – его делать. Окей? И следующий вопрос. Кто ответил вот на эти вопросы? Для чего я пришел или пришла в компанию Сафир и зачем мне это надо? Ну, Салтанат, если вы впервые видите, я уже сказала в самом начале, надо посмотреть в записи и после этого сделать задачу. Вы вообще ничего не поймете из того, что будет сегодня, я вам честно скажу. Потому что те, кто не был на вебинаре и не нашел время даже его посмотреть в записи и пришли сегодня в надежде, что у них что-то будет, это иллюзия, это ложь. Да, может быть, частично вы будете поверхностно понимать, о чем идет речь, но вы не сможете сделать задачи, если вы не пройдете первый урок и не выполните там домашнее задание. Окей. Ответили. Кто ответил на второй вопрос в отношении людей? То есть, для чего я приглашаю людей в компанию Сафир, зачем мне это надо? Мне не надо писать в чате ответы. Я задала вопрос, кто это сделал. Окей. Сделали. Замечательно. Мне скинули несколько людей, то, что они написали, поэтому я сегодня пойду по этим примерам. Мы поработаем немножко интерактивно. Я буду объяснять, я буду объяснять, и каждый будет опять же анализировать то, что он ответил, и что можно откорректировать для того, чтобы было понятно. В первую очередь хочу пояснить, что когда мы отвечаем на вопрос, то на вопрос нужно отвечать вот так, как он задается. Для чего я пришла в компанию Сафир? Я пришла в компанию Сафир для того, чтобы... И отвечаем. Что для меня самое главное? Главное найти вот тот самый главный момент, самую главную причину, по которой именно Сафир. Вот что-то такое, что без компании Сафир ни с какой другой компанией и ни в каком другом бизнесе я не смогу реализовать. Окей? А потом, когда мы на это ответили, нам нужно задать вопрос, а зачем мне это надо? И тогда станет понятней. И давайте я беру, вот у меня здесь раз, два, три, четыре, пять человека здесь, и один мне еще ответил там в Телеграме. Получается шесть человек всего. Почему-то лидеры промолчали, вроде как их это тоже не касается. Окей, поехали. Берем Наталью. Я не буду называть фамилии, потому что люди не всегда хотят, чтобы назвали. Вот мне написала Наталья. Она поймет по тому, как я буду читать, да. Она ответила на первый вопрос. То есть для чего я пришла в компанию Сафир? Она ответила, для того, чтобы купить хаб, заработать на собственный дом, купить новую машину, показать родным на собственном примере, что здесь большие деньги, построить команду, достичь высоких рангов. Вроде казалось бы, ну все правильно, да. А теперь давайте разбираться. Я вам сегодня дам очень четкие моменты, именно как психолог, который работает всю сознательную жизнь с подсознанием и с памятью людей. Это два параметра, на которых строится вся наша реальность. Все, любое событие, от самого мелкого до самого важного в нашей жизни. Это память. Память не просто наша память, а память всего нашего рода. И на базе которого делаются, создаются схемы на нашем подсознании. Наш мозг, наш ум не умеет интерпретировать, добавлять, как-то улучшать то, что мы даем как информацию, да. Или что-то прибавлять, или что-то убавлять, или скрашивать углы, или как-то улучшать то, что мы запрашиваем. Наш ум имеет только одну функцию – взять информацию, которую мы посылаем, и в буквальном смысле загрузить ее, ну, скажем так, в наш жесткий диск для выполнения. И мы всегда стопроцентно получаем то, что мы заказываем. Другое дело, что мы не умеем заказывать, мы не умеем писать грамотно заказ. Вот смотрите, если я на таможне, отправляя какой-то груз или какую-то посылку, какой-то товар, неправильно заполню бланк, который четко прописанный, у меня не примут товар, или он уйдет не в ту сторону, или он потеряется, или его конфискуют. Или, ну, прям на самом таком вот варианте, мягком, мне просто на него сделают сумасшедший налог, и он не обойдется в пять раз дороже, чем если бы я заполнила правильно. Вот точно так же с нашими мыслями и с нашими посылами, которые мы делаем. Поэтому у нас вопрос, для чего я пришла в компанию Сапфир. Вот даже в предыдущем ролике, который вы смотрели, было четко сказано, что если у вас нет важной причины, если ваш мозг, ваш ум не понимает, зачем вам это надо, и важность, и приоритетность того, что вам надо, он никогда не будет для вас давать какие-то усилия или дополнительные ресурсы, или париться для того, чтобы дать вам то, чего вы сами не знаете чего. Так не бывает. Нашему уму нужно давать конкретные задачи, прописанные правильно в бланке. Тогда он очень легко создает любые ситуации, любые, даже самые невероятные, для того, чтобы у вас это появилось. И давайте посмотрим на примере Наташи. Окей? Я пришла в компанию Сапфир для того, чтобы купить хаб. Ну, я так понимаю, что если пришла, если уже начинаешь строить команду, наверное, ты его купила. Или, по крайней мере, если ты его еще не купила, ты его купишь, и на этом задача выполнена. Дальше твой мозг не будет париться, чтобы тебе что-то дальше создавать. Задача выполнена, ресурс отключается. Первое. Второе. Заработать на собственный дом. Ну, знаете, вот если вы купили открытку, на которой у вас изображение дома, то мозг считает, что вы купили свой собственный дом. Она может стоить 20 копеек. И задача выполнена. Вы можете купить какой-то журнал, в котором будет много домов, и у вас будет много домов. Вам может кто-то вашему ребенку подарить пластиковый домик или картонный домик, и вы тоже купили дом. Когда мы говорим общие фразы, не понимая сами, не проясняя нашему уму, о чем идет речь, что это за дом, какой он, мы его не прочувствовали, мы его не понимаем, мы не знаем вообще, зачем он нам нужен и какой он должен быть и где он должен находиться, то наш мозг, наш ум не будет давать на это никаких ресурсов. И не будет вам создавать ситуации каких-то сложных реализаций. Он, может быть, вам реализует это, но в самом-самом простом и маленьком варианте. Потому что шалаш – это тоже дом, будка собачья – это тоже дом. То есть все, что касается, все, что является каким-то вот понятийным параметром дома, в любом варианте, в самом простом, потому что ум выбирает самый простой вариант из памяти, что такое дом, да, который проще всего и быстрее всего реализовать, и именно это он вам даст. Дальше. Купить новую машину. То же самое. Я сразу вижу прямо вот модельку машинки на полочке. Дальше. Показать родным на собственном примере, что здесь большие деньги. Вот я бы хотела узнать, а как вы это собираетесь показывать? Как вы хотите показать своим родным? Это первое. Во-вторых, а зачем вам это надо? А вы спросили, а родным вашим это надо? Вы почему собираетесь тратить свою драгоценную, как бы, энергию на то, чтобы кому-то что-то показывать или доказывать? Это ваша жизнь или это их жизнь? Дальше. Построить команду. Какую команду? Где построить? То есть можно построить команду, не знаю, любителей какого-то вида спорта или единомышленников в смотрении на Луну или еще чего-то. Мозг не понимает. То есть он говорит, нужно заходить в компанию Сапфир, чтобы строить какую-то команду. Для чего? Для кого? Какую? Зачем? По каким параметрам? Что это должны быть за люди? Ничего не понимаю. Достичь высоких рангов. Слово «высокие» оно для каждого означает свое. Для кого-то бриллиант – это вообще недосягаемая позиция, потому что человек вообще никогда не закрывал никакие ранги, и ему дойти до бриллианта – это вообще, не знаю, даже мозг не умещает. А кому-то высокий ранг – это самая последняя позиция, и даже не последняя, а потом, может быть, войти в совет директоров компании. Или перерасти еще во что-то большее. Поэтому общие слова никогда не работают. Если вы говорите «достичь высоких рангов», то максимум на что сделает усилие ваш мозг при еще нескольких соблюдениях некоторых правил воплощения, он подтолкнет вас на следующую позицию, где вы сядете благополучно и будете сидеть. Но вы же достигли уже другого ранга, он же выше, чем предыдущий. И все. Я сейчас говорю это не для того, чтобы занизить ваши способности. Я хочу, чтобы вы поняли, и не только это просто пример Наташи, но я хочу, чтобы все на этом примере поняли, что вот такое не работает. Давайте еще больше разверну. Я пришла в компанию Софир для того, чтобы купить хаб. Во-первых, это конечный какой-то физическое действие. Когда мы делаем целью какое-то конечное физическое действие, и за этим больше не стоит ничего, то дальше ничего делаться не будет. То есть, причем вы вынесли это на первое место, а значит, это самая приоритетная задача. Купили хаб, дальше ничего делать не надо. Да, я согласна, что хаб, хотя не факт, потому что я, допустим, знаю еще несколько компаний, которые занимаются немножко другим, но у них технология тоже называется хаб. У нас дзенник хаб. Вот это хаб, который принадлежит именно дзенник. У него свои определенные технологические параметры. Еще другой момент. Конечная цель – купить хаб. Окей? Опять же, мозгу непонятен, чей хаб, зачем он нужен. Вы не ответили вопросу, зачем мне это надо. Вы не развернули это дальше. Поэтому мозгу непонятно. Вот конечная цель, если вы это уже сделали, все. Дальше все, что с этим связано, мозг считает абсолютно необязательным и лишним. Потому что все, что за этим стоит, монеты, количество монет, рост монет, вы об этом вообще ничего не сказали. Вы указали только сам факт покупки хаба. Стоп. И на этом закончено. Поэтому нужно понимать, что вот вопрос, зачем мне это надо, он как раз-таки и разворачивает вот эту суть, для того, чтобы мозгу понятно было, а зачем мне этот хаб, а зачем мне именно денег хаб, если цель только в этом. То есть вы клиент, вы ничего не собираетесь делать, ваша цель только купить хаб и иметь от него что-то. Значит, нужно развернуть и показать, а что вы хотите в конечном итоге иметь, то есть зачем вам этот хаб. И тогда, когда вы задаете этот вопрос, зачем мне это надо, 3, 4, 5 раз на каждый ответ, на который вы даете, тогда вам станет понятно, правильно ли вы задали этот параметр, правильно ли вы ответили на этот вопрос, или все-таки суть в чем-то другом. Потому что купить хаб – это просто одиночное, конечное действие, и все, дальше за ним ничего не встает. И мозг очень тяжело дает ресурс на какую-то конечную одиночную цель. Гораздо быстрее, гораздо мощнее идет энергия, и мозг, наш ум дает, и вся система человек дает ресурсы, много ресурсов, больших ресурсов. Когда наши цели объемные, и они долгосрочные, да, то есть они могут развиваться во времени, увеличиваться, еще что-то приносить. Вот на такие цели гораздо быстрее получаем дополнительную энергию, и они воплощаются гораздо быстрее и легче. А конечные – это так, это промежуточные. Опять же, дальше пойдем. Заработать на собственный дом, купить новую машину, показать родным на собственном примере, построить команду, достичь высоких рангов. Вот просто ответьте, вот все, кто примерно что-то подобное писал, ответьте себе на вопрос. А это что, можно сделать только с компанией Sofit? А в других компаниях как-то по-другому? То есть, если вы пойдете куда-то в другой бизнес, что, желания какие-то другие будут? Что такого особенного именно с сапфиром вы можете себе сотворить по его объему, по его возможностям, которые он дает? Чего вы не смогли бы никогда в своей жизни реализовать в какой-то другой компании? Вот отсюда нужно двигаться. То есть, если вы не задействуете потенциал компании, в которую вы пришли, вы не понимаете ее потенциал полностью, то тогда вы не соединяетесь с тем потоком энергии, который заложен в этой компании. И тогда компания вам не будет помогать, потому что вы как-то отдельно от нее, вы сами по себе, компания сама по себе, у нее вот токущий потенциал. А вы как-то с краю сели на обочине и говорите, ну да, ну можно было бы воспользоваться, да. Тут что можно? Тут можно вот это, можно, наверное, было бы, вот это можно было бы, наверное. Ну, наверное, вот это тоже можно было бы. Ну, посмотрим, давайте попробуем. В этом случае вы просто наблюдатель, вы не присоединились к этому потоку. А когда вы смотрите на компанию и говорите, блин, да тут, в отличие от других компаний, вот это можно. А еще, блин, если постараться, еще и вот это можно реализовать. Это ж вообще никогда ни с кем невозможно было бы реализовать. А еще и вот это я могла бы или мог бы реализовать. Офигеть, можно, это какое потенциалище. Вот тогда вы соединяетесь с энергией компании, и она вас тащит. Тогда вы понимаете, зачем. Тогда вы внутри понимаете, что да, блин, да вообще ни в каком другом месте я никогда не смогла бы или не смог бы реализовать то, что я могу реализовать здесь. И вот это, и вот это, и вот это. И самое главное, вам важно определить ту цель, которая может совмещать в себе и дом, и машину, и там путешествие, и все, что вы захотите. То есть это должно быть автоматически встроено вот в том первичном, в той первичной причине, по которой вы приходите в компанию Сафир. Это не касается только Сафира. Это вообще, ребята, называется элементы построения собственной личной реальности. Это главная тематика моих обучений, моих лекций, которые занимаются всю сознательную жизнь. И это то, что я применяю на практике каждый день. На реализацию моих намерений уходило три дня. Сейчас после поездки в Эквадор, в которую я съездила и прокачала себя там очень мощно на церемониях, на это уходят сутки. Я ставлю определенную цель. Цель обязательно должна быть очень прочувствованная, очень заряженная, конкретная, да, без всяких общих фраз. Если мне нужна будет машина, то первое, мне не важно, куплю я ее, подарят мне ее, возьму я ее на прокат, дадут мне покататься на какое-то время. Как она, как этот автомобиль ко мне придет, мне все равно, я не задаю какие-то ограничивающие параметры, как бы, вселенной для сотворения моей цели. Но я поставлю четкую цель, я четко поставлю комфорт, который в этом автомобиле должен быть, да, и она у меня появится. То же самое происходит с жилищем. Я сейчас переехала в новую шикарную двухуровневую квартиру на 200 квадратов, я ее себе создала за сутки. Я села, внутри поставила намерение, сказала главные параметры, озвучила, что для меня важно. Я себе объяснила, зачем мне это все нужно, по каким параметрами. На следующий день я пошла и приехала в эту квартиру, то есть она вот для меня материализовалась. Здесь еще были жильцы, и несмотря на это, мне ее все-таки показали, обычно этого не делают. И все, и она ко мне пришла. Сутки. Ребята, и это не только я, все мои ученики так делают. Это реально. Но это, да, вон Наташа пишет, живой свидетель этого, да, потому что все это происходило на их глазах. Я сегодня сказала, на завтра она у меня есть. Такая, как я хотела. Два этажа, 200 квадратов, мне говорили. Причем не один, а три балкона здесь огромных. И мне говорили, таких квартир здесь нет. Или они стоят там вообще крутых денег. Сказала, нет, цена будет максимум вот такая, больше я не дам. Это мое сотворение. Вот как хочу, так и творю. И она будет вот такая, вот такая. Большие отдельные спальни, должно быть три спальни, два этажа. Видно горы, видно море, видно это. Все вот как я заказала. Мебель должна быть вот такая. Вот все вот такое, вот оно вот такое. И даже те косички, которые потом вышли, я вижу, что это моя недоработка. Я на них не обратила внимания. Я при сотворении не сделала акцент на этих деталях. Если бы я на них сделала, их бы не было. Я знаю, что это так, потому что много лет это так. Поэтому то, что я вам даю, это не теория, это практика. Верьте на слово. И вы должны понять, что если вы не проясните себе, зачем вы пришли в компанию Сапфир, и у вас не будет, вот знаете, по-хорошему, вот прямо гореть под задницей, да, в одном месте, то двигаться вы будете очень медленно. И результаты будут очень маленькие. Потому что именно этот огонь внутренний, вот эта внутренняя уверенность, что именно это, именно вот такое, именно вот сюда, и вот именно компания Сапфир мне это может дать, вот эта осознанность, вот тогда вас будет переть так, что вас никто не остановится. Никто никогда. И у вас все будет складываться так, чтобы это быстро пришло, чтобы это работало, и чтобы люди, которые приходили к вам, они соответствовали этому огню. Именно для этого нужно отвечать на эти вопросы. Сейчас пойдем и посмотрим еще примеры, а потом я уже пойду по второму вопросу. Наташ, я надеюсь, ты поняла, да, те моменты, вот напиши мне здесь, на которые я тебе указала, да. Поэтому ищи, ищи вот то самое важное, да, для чего ты пришла в компанию Сапфир. Что бы ты хотела реализовать такого, что по-другому никак не получится. Это может быть тот же самый дом, но ты тогда должна прояснить, да, для чего он тебе нужен. Это, знаете, сейчас вот и в шутку, и всерьез, да, есть анекдот такой про еврея, которому джин дает право одного желания. И говорит, у тебя одно желание, одно, которое я могу тебе реализовать. Он говорит, одно? Ну, хорошо, замечательно. Тогда я хочу, я желаю. А, причем это еврей, который одинокий, живет со старой больной мамой, в коммунальной квартире, как бы ни семьи, ни жены, ни детей, ничего. Вот он и старенькая мама в коммуналке. И джин ему говорит, я исполню одно твое желание. Он говорит, одно желание? Хорошо. Тогда я хочу, чтобы ровно через год я одевал бы кольцо с пятикаратным диамантом на руку моей прекрасной молодой жены в присутствии моей здоровой мамы на берегу нашего большого бассейна, который стоит напротив нашей огромной виллы в 500 квадратам в парке на 3 гектара, рядом с гаражом, в котором 4 Роллс-Ройса и с гостями на 250 человек, которые поздравляют меня и мою жену с очередным доходом месячным в миллион долларов. Вот примерно так делаются намерения. То есть в одном намерении все. Понятно? Вот постарайтесь это прочувствовать, да, как составить свое намерение. А вот если сказать по Наташе, да, то вот все, что она здесь написала, его можно объединить в одно какое-то намерение, но его можно вытащить только тогда, когда на каждой из этих ты пропишешь себе, зачем мне это надо, по нескольку раз и докопаешься. Вот тогда ты найдешь реально вот ту причину, по которой ты пришла в компанию Сапир, а в этой причине будет все то, что ты хочешь по пути, оно будет уже автоматически туда вложено. Найди. Пойдем посмотрим еще одно. Так, это была Наташа. Олеся. Окей. Олеся тоже очень наглядно. Олеся написала. Для чего я пришла в Сапфит? Первое. Понять, как можно заработать и что такое монеты. Поняла, да? Уже же рассказали неоднократно на презентации. Все, задача выполнена, больше ничего не надо. Научиться с ними обращаться. Ну, научилась. Показали, рассказали, все понятно. Создать финансовую подушку. Вот опять такое выражение интересное. Это примерно как финансовая свобода, да? Я вам объяснила на том уроке, что значит финансовая свобода. Если мы говорим, я стремлюсь к финансовой свободе, вы запрещаете себе иметь деньги. Потому что это свобода от финансов. Да? Это слово, фраза паразит, специально внедренное для того, чтобы люди становились беднее. Окей, так вот финансовая подушка – это то же самое. Что значит финансовая подушка? Это что? Подушка, набитая деньгами. Но если это просто подушка, набитая деньгами, и вы ими не пользуетесь, они там у вас вместо ваты или вместо пуха, то нафига вам такая подушка? На ней, во-первых, жестко спать, а во-вторых, она бесполезна. Деньгами надо пользоваться, тогда они что-то вам дают. То есть следите за фразами, которые вы прописываете. Старайтесь увидеть богатейший, кодированный русский язык, что он вам говорит. Наш русский язык – это похлеще блокчейн-технологий, потому что он весь закодированный абсолютно. Я шучу, иногда это прототип блокчейн-технологий, русский язык. Поэтому внимательно с тем, что вы говорите. Дальше. Покупать предметы роскоши и необходимости. Вы это уже делаете. Зачем вам сапфир? Ребят, предмет роскоши считается тот предмет, который вы не используете каждый день, а несколько раз в день, вот прям вот в рабочем режиме. То это уже, если вы его используете изредка, это предмет роскоши. И поэтому у нас у всех есть предметы роскоши и есть предметы необходимости. Вы их уже покупаете. Ну да, правильно, Наташа. Я то, что я и объяснила, что финансовая независимость – это и означает буквально без финансов, да, то есть свобода от финансов, то есть это без денег. Дальше. Пятый параметр. Жить в достатке. В достатке чего? Само слово «достаточно», да, оно означает, во-первых, рассмотрите, опять же, само слово «в достатке», в доставании чего-то, постоянно что-то достаем. Достаток, достаточно, то есть что-то доставаемое, доставаемое, доставаемое. То есть мы постоянно живем вот в этом стрессе чего-то доставать. И вам еще недостаточно, вам еще нужно доставать. Это первое. Во-вторых, опять, это общее выражение, которое ни о чем вообще не говорит. У каждого критерий какой-то планки финансовой, он свой. Для кого-то много, для кого-то мало, для кого-то вообще ни о чем. И иметь сбережения. Сбережения чего? Риса, муки, сахара. О чем идет речь? Вашему уму непонятно. И он идет и из памяти рода вытаскивает эти выражения, сравнивает их с самым простым, с самым банальным каким-то вариантом, где оно употреблялось, смотрит на вашу жизнь, говорит, ничего делать не надо, хозяин, я все понял, у тебя все есть. И компания Сокфир здесь вам никак не поможет. У вас не будет ваш ум и ваша система человек париться для того, чтобы что-то, какие-то ресурсы вам давать, какие-то ситуации создавать, людей каких-то притягивать, потому что она не понимает, зачем. У вас это уже все есть. Причем, опять же, противоречия. Это не те параметры, для которых нужно приходить в компанию Сокфир. Компанию Сокфир можно сравнить, знаете, вот с таким атомным реактором, который несется на огромной скорости, выделяет совершенно невероятные гигабайты энергии, просто сумасшедшей энергии, да, вот огромный потенциал такой, в который нужно не бояться броситься с головой, потому что без него вас никогда не вытянет туда, куда может вытянуть этот реактор. Ни одна другая компания не имеет такого потенциального, сумасшедшего денежного эгрегора, как Сокфир, потому что я с ним соприкоснулась, да, я эзотерик, я все это изучаю, я все это вижу, понимаю, соприкасаюсь. Любую компанию я смотрю именно на энергоинформационный носитель первым делом, насколько он устойчивый, какие воронки есть, куда придет энергия, насколько потенциала и все. Я вам скажу, что даже физически у меня первые три дня от соприкасания просто трясло. Меня вот так мандранило, я не могла разговаривать. Настолько сильная энергия, я никогда в жизни такой энергии не слышала. Огромный потенциал, потому что глобальный рынок. И не понимать этого, значит, просто сидеть и смотреть там на это все с какого-то этажа и говорить, ну да, хорошее кино, но не участвовать в этом. Поэтому нужно осознать потенциал и ставить такую цель, зачем я пришла именно в компанию Сокфир, а потом прояснять себе, зачем мне это все надо, для того, чтобы прочувствовать каждой своей клеточкой. Вот тогда механизм включится и вас попрет. Тогда на автомате ваш ум, то есть у нас есть такой инструмент, как гипофиз, когда нашему уму понятно, он, знаете, такой, как включает наш гипофиз, и гипофиз, как универсальная антенна, начинает во все стороны в атмосферу посылать этот сигнал. И чем сильнее он заряженный, тем сильнее вы посылаете этот сигнал на 360 градусов вокруг вас, и все, что резонирует с этим сигналом, именно на этой частоте, это как радио, да, оно передает каждый канал на своей частоте. Если я сижу, не знаю, там, радио-ФМ, то я не могу одновременно слушать радио Монте-Карло, мне нужно переключить. Так вот, на какой канал вы себя настроите, с того канала к вам потянутся люди. Именно такие, которые настроены на этот канал, на эту информацию, на этот масштаб, на этот заряд, на все то, что вы несете и транслируете со своего радиоканала, автоматически подтянется. Меня иногда спрашивают, где ты берешь людей, как ты их привлекаешь? Никак. Вот физически я крайне редко сама посылаю какие-то там сообщения или какой-то контакт делаю, но только с моими людьми, которых я хорошо знаю. В большинстве своем люди находят меня сами. Почему? Потому что я сажусь, работаю и посылаю сигнал. Просто посылаю сигнал. И у меня начинают откуда-то писать, приходят через YouTube. Да, я делаю постоянно ту же самую работу, я даю информацию в эфир, я делаю презентации, школы, на YouTube загружаю. Раньше загружала на Instagram, очень много шло с Instagram. Сейчас мне лень, и я не хочу этим заниматься. Но с YouTube идут люди, с WhatsApp идут люди, с Telegram идут люди, и они находят меня сами. Почему? Потому что моя антенна работает постоянно 24 часа в сутки. Научитесь это делать. Правильно посылая сигнал. Правильный сигнал – это тот сигнал, который мы прочувствовали каждой своей клеточкой, и мы понимаем, что именно это нам нужно, именно потому что. Вот так работает. Поэтому, Олеся, я надеюсь, сейчас понятней. Дай мне обратную связь. Понятно тебе или нет смысл, и как тебе нужно это переделать. То есть, не бойтесь ошибаться, ребята, это абсолютно нормально. Написали одно, но вы можете понять, правильно вы написали или нет, только тогда, когда вы написали одно что-то, какую-то цель, и разобрали ее пять-шесть раз вопросами, зачем мне это надо. Окей? То есть, ну, давай вот любой. Допустим, иметь, ну, я бы написала, если там сбережения, да, то я бы не написала сбережения, потому что сбережения – это иметь кучу денег, где-то, которая лежит и ничего тебе не дает. Ну, это ни о чем вообще, это не цель. То есть, иметь, допустим, постоянный пассивный доход, постоянно растущий пассивный доход уже через 12 месяцев в сумме, там, не знаю, от 150 тысяч долларов и выше, постоянно повышающийся. Вот, я сейчас примерно говорю, да, зачем мне это надо? Я бы сказала, ну, для того, чтобы улучшить качество моей жизни. Дальше спрашиваю, а зачем мне это надо? То есть, зачем мне надо улучшать качество моей жизни? Для того, чтобы обеспечить себя всем тем, да, допустим, вот этим обеспечить себя, вот этим себя обеспечить. Я бы перечислила то, чего бы мне хотелось, очень хотелось, и я знаю, что по-другому, только вот если у меня не будет такого постоянного достатка, я не смогла бы иметь, да. И затем я опять на каждую из этих задаю вопрос. А зачем мне это надо? И тогда я понимаю, что то, что я себе заказала, оно мне реально надо или нет? Или я что-то, может быть, другое бы вместо этого имела, да? И в конечном итоге, когда я разберу еще и еще с вопросом, а зачем мне это надо, почему именно это, я пойму, правильная моя цель или нет? Или это просто какие-то там хотелки, да? То есть, конечный результат мой, для чего я пришла в Сафир, какой? В совокупности, до чего бы я хотела дойти? Вот тогда нашему уму понятно, нашей системе человек понятный, он говорит, понял, хозяин, нет проблем, начинаем работать, ребята, давайте. Включаем антенку и поехали. Создаем варианты комбинации всяких событий, встреч, людей, результатов и так далее. И все, этот механизм запускается. Так, поехали на Марину. Марина, Марина написала мне поэму. Я пришла в компанию Сафир, чтобы заработать деньги на ремонт квартиры, на замену мебели, на путешествия по уникальным красивым уголкам земли, Китай, Япония, Мексика, на осуществление своих желаний, которые откладывались на потом до лучших времен. На смену гардероба, на курс массажа тела, на уходовый курс за лицом, на имиджмейкера, на стилиста, на лучшую возрастную косметику. Зачем мне это надо? Ремонт квартиры, замену мебели надо для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы могла дома полностью расслабиться и восстановить силы, чувство безопасности и заботы о себе, слышать свои потребности и желания. В общем, куча мусора. Марин, без обид, но столько мусора, я не буду дальше читать, потому что иначе тут уйдет еще часа полтора перечислять вот это все. Попробуй объединить вот все, все твои вот эти хотелки. То есть я смотрю на это и говорю, божечки, 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 какой нереализованный человек, сколько всего она упустила из жизни, сколько всего она хотела бы даже по мелочам иметь и делать, чего она может делать прямо сейчас, даже без компании Софир, и почему-то она этого не делает, не дает себе и не позволяет. Вот начни с этого, с этого понимания. А почему ты сейчас это не даешь? Ты что, не можешь находиться в гармоничном состоянии и радоваться жизни прямо сейчас? Ты сейчас уже путешествуешь по уникальным местам, а теперь у тебя в желании путешествовать по уникальным местам. А что тебе это запрещает делать? Или чувствовать себя комфортно? Ты не можешь себя чувствовать комфортно? Ребят, вот вы поймите, что почувствовать себя комфортно. Вот я выхожу в город, сажусь в кафешку, которая мне нравится, и я так кайфую, я чувствую себя комфортно. Но если я это не признаю, не понимаю, а я живу только в понимании, что мне нужно что-то, ну вообще какое-то запредельное, что-то большое, чего у меня нет, для того, чтобы почувствовать себя комфортно, то я даже в самом комфортном месте буду чувствовать себя недостаточной, какой-то ущемленной, убогой, я не буду замечать красоту, я не буду замечать того самого комфорта, который у меня под носом. Я сажусь на свой вот этот новый диван в новом доме, и мне суперкомфортно. Я иду, сажусь в кафешке у моря, мне суперкомфортно. Понимаете или нет? Нет, а мы привязываем это еще к чему-то глобальному, которое, в общем-то, как бы не зависит от этого. У нас это не тот параметр, ради которого нужно идти в компанию Сапи. И вот пока мы не проясним себе в башке, а в реальности-то что надо? А может быть, просто поднять планку комфортности до какой-то другой степени, где ты сможешь, то есть я бы, допустим, в твоем случае, перечисляя вот это все, что ты тут вылила вообще такую, не знаю, сколько написано, целая такая длинная простыня, я бы просто сказала, что я пришла в компанию Сапир для того, чтобы качественно поднять планку уровня комфортности моей жизни до такой степени, где я могла бы реально пользоваться всем сервисом, всеми вещами, всеми услугами людей, у которых в банках лежат не по одному миллиону долларов, то есть по 10, по 20 миллионов долларов. Вот тогда бы мне было понятно, и мне не надо перечислять, что это такое. Марина, ты чувствуешь разницу? Напиши мне вот сейчас по ощущениям. Вот то, что ты писала, перечисляя вас здесь, и вот то, что я тебе сейчас сказала. Разница по ощущениям есть? Марина, обратную связь. Марина, вообще здесь или нет? Да. Нет, не да, круто, а разница есть или нет? Ты разницу ощущений почувствовала, есть. В чем она выражается? Попробуй мне сейчас написать. Вот где просто мозги работали, да, а что ты ощущаешь, когда я тебе сейчас сказала, это все в одном едином объеме? тело, вот мы с тобой уже работаем над этим, да, тело, как... Вон Александр пишет. Это она написала под действием анекдота про евреи. Нет, она это до этого писала. Это признак того, что вы двигаетесь в правильном направлении. Спасибо, Мариночка. Вот когда мы выходим на правильную дорогу, да, в правильном направлении, мы чувствуем внутри расширение. У нас, знаете, есть такое выражение, душа раскрывается. Она говорит, вот оно, вот так хочу. Вот это первый признак, потому что наше тело – это самый современный, самый крутой компьютер, который когда-либо вообще изобрели. Оно все знает, оно все чувствует, оно все расшифровывает, оно дает нам постоянно сигналы, мы не умеем их читать. И если вы начнете вот это применять и сонастраиваетесь и чувствуете, а как еще может быть круче, а как еще может быть лучше, а каким еще вариантом можно воспользоваться, и ваше тело будет отвечать, вы будете по состоянию тела это чувствовать. Поэтому всю вот эту простыню, объединяя во что-то единое, вот прочувствуй это в совокупности, а как это ощущается, вот этот уровень жизни тех людей, которые не встают утром и не думают, а что я себе могу позволить сегодня? Пойти прокатить синтакси или полетать на частном джете, да? Или что я себе могу позволить, сейчас, чтобы слетать там вот туда, вот в этот город, полететь комфортно за 10 тысяч долларов в частном самолетике, да, который тебе прямо вот на крышу поставят твоей большой виллой рядом с большим бассейном, правильно, по анекдоту с евреем, да? Или мне нужно тащиться куда-то там в какой-то аэропорт, да, и в эконом-классе с вонючими соседями какие-нибудь, которые там будут ехать из какой-нибудь бедной страны и лететь куда-то. Не хочу никого унизить, но частенько бывает так, потому что у каждой нации свои запахи, и не всегда нам они приятны, когда сидят в соседях. Не потому что они грязные, а потому что, допустим, те же самые парфюмы, которые используются на Востоке, они для нас очень тяжелые, и голова болит потом вот так, знаю по личному опыту. Поэтому, конечно же, гораздо комфортнее лететь в первом классе, где ты этого не ощущаешь, и где тебе водичку приносят не в пластиковом стаканчике, который вот так вот умнется, а в стаканчике в стеклянном, на красивом блюдечке, обращаясь к тебе, госпожа, пожалуйста. Ребят, это норма нашей жизни должна уже быть сегодня, потому что на Земле есть абсолютно все для того, чтобы это стало нашей нормой. Поэтому покажите себе вот ту норму, для которой вы пришли в Сапфир, и тогда у вас все сложится. И выразить ее нужно правильно. И еще раз повторяю, для того, чтобы вы выверили ее, правильная она или нет, вы должны задать себе потом несколько вопросов, а зачем мне это надо? А это зачем мне надо? Почему именно это? А ответили и опять, а зачем мне это надо? Вот тогда вы докопаетесь до сути, и тогда идет вот этот щелк внутри. Знаете, как вот в России тоже есть такое выражение хорошее, зашло, вот оно. Вот когда вы это словили с этого момента, это значит, у вас включилась вся система, загорелась антенна, и она начинает пульсировать в правильном ритме, и начинает притягивать к вам все возможности на реализацию. А возможностей у вашей души, ребята, безграничное количество. Жетон провалился, правильно, Наташа? И ничего больше вымудрить не надо. Окей. Сейчас еще один пример, и потом пойдем на второй вопрос. Закончим со вторым вопросом, и я вам по вот тому списку, по всему тому, что мы сделали, я вам покажу сегодня несколько вариантов, как можно вычленить людей для бизнеса, и как с ними разговаривать, и почему по-разному с каждым. Итак, Елена. На первый вопрос, зачем я пришла в Сапфир? Она пишет, зарабатывать большие деньги, так как компания надежная и долгосрочная. Ну, то, что компания надежная и долгосрочная, это не гарантия того, что вы можете в ней заработать большие деньги. Начнем сначала. Большие деньги – это какие? Это, не знаю, 5 сантиметров, 10 сантиметров, 50 сантиметров, насколько они большие? Опять же, общее выражение, которое нашему уму непонятно. У слова «большие» есть огромное количество разных назначений. И понимательно у каждого это слово имеет свои размеры. Для кого-то одно большое, а второе маленькое, а для другого человека может быть совершенно по-другому. Это общее слово, оно не дает никакой конкретики. Значит, что делает ваш мозг? Он или ничего не делает, и воспринимает это как общую незначущую фразу, или он идет в банк памяти вашего рода, вытаскивает оттуда самое простое вообще понятие, «большие деньги», да, смотрит в ваш кошелек, на ваш счет, на вашу карту и говорит, у тебя уже все есть. Есть и большие деньги, и маленькие. То есть он смотрит в кошелек, у тебя есть маленькие деньги, как копеечки. Есть большие деньги? Ну, все есть, ничего не надо. Это первое. Второе. Мне нужны деньги для того, чтобы построить комфортный дом, путешествовать, купить машину. Окей. Вообще не ответ на вопрос, потому что ответ на вопрос звучит, я пришла в компанию «Сапир», потому что… И ты говоришь, мне нужны деньги для того, чтобы построить комфортный дом, путешествовать, купить машину. Окей, значит, ты зачем тогда пришла? Для того, чтобы… Потому что у тебя деньги нужны. Ну, если я говорю, мне нужны деньги прямо сейчас, чтобы что-то купить, я как бы немножко по-другому себя вести буду. И дальше. Для этого мне нужно приглашать людей, чтобы строить команду, которым тоже нужны большие деньги, у которых большие планы на жизнь. То есть это рассуждение, то есть это не причина, по которой ты пришла в «Сапир», и ты не объяснила себе реально, а зачем тебе это надо, вот твоя причина. Ты просто рассуждаешь как бы сама с собой, но это не задача твоему уму на действие и не план, который ты ему говоришь, мне надо вот это, вот это, вот это, вот в такие-то сроки, и вот только так, и никак по-другому, и давай начинаем действовать. Это не те причины, по которым нужно именно в компанию «Сапир». Ребята, вот это одна из самых главных причин, почему люди приходят в бизнес, в любой бизнес, посидели-посидели, подождали, ничего не происходит, никаких чудес не происходит, происходит все то же самое, как и в других компаниях, и ровненько собираются, и бегут в следующую. Опять прибежали, с теми же самыми планами и надеждами, опять посидели, опять подождали, никаких чудес не происходит, они прям дружненько, командой собираются и перетекают опять в следующий проект под предлогом того, что в этом будет круче, там денег больше. Да в проекте-то, конечно, может быть денег больше, больше, меньше, не важно. В проекте всегда есть те люди, которые четко знают, зачем они туда идут, и они забирают то, что им нужно, и общая масса, которая не понимает, зачем они идут в бизнес, и поэтому они служат просто поставщиками денег для тех, кто это понимает. И они из проектов в проект перебегают, не разбираются в сути, и опять в очередной раз что-то внесли, что-то потеряли, копейки какие-то взяли, может быть как-то компенсировали себя и побежали в следующий, в надежде, что будет по-другому. Не будет по-другому. Не будет, не бывает так. Потому что законы построения реальности на всех людей, на всей Земле, на всей планете работают одинаково. Их никто не отменял и не собирается отменять. Поэтому мы или их понимаем, или мы их не понимаем. Если мы их понимаем, даже не обязательно проходить какие-то мои школы, а чисто интуитивно, то мы уже выработали какие-то навыки, какие-то привычки, которые приводят нас туда, куда нам нужно. Если мы не понимаем и каждый раз делаем одни и те же действия, которые не приводят к результату, мы выработали привычку не доходить до результата. И это будет повторяться постоянно. Поэтому для того, чтобы у вас пошли результаты научитесь отвечать себе априори на самом пороге на важный вопрос. Для чего я пришла в этот бизнес? И затем на ответ, для чего мне это надо, и разбираем до глубины. Окей. Дальше. Поехали-ка мы по второму вопросу. Я думаю, что по первому уже достаточно понятно. Поставьте мне, пожалуйста, семерочки. Те, кому понятно, кто уже более-менее сможет себе сформулировать правильный ответ на вопрос, для чего я пришел или пришла в компанию Сапфир, и зачем мне это надо. Молодцы. Ну, видите, уже сколько у нас потенциальных будущих миллионеров, ребят. потому что именно с этого начинаются первые шаги к вашим миллионам. Молодцы. Это радует. Поехали на второй вопрос, который, к сожалению, если вы неправильно формулируете, он может аннулировать даже ваш первый. Правильный ответ. Объясняю, почему. У Вселенной есть определенные законы, да, то есть их никто не отменял, как я уже сказала, и отменять не собирается. Один из этих законов гласит, что любое намерение, которое мы, любое желание, которое мы выдвигаем, да, для его реализации оно должно быть бескорыстным, в нем не должно содержаться элементов корысти по отношению к другим людям. Первое правило. Второе. Оно должно быть сугубо личным. В него нельзя вносить какие-то просьбы или какие-то намерения за других людей, даже если они нам кажутся очень благородными. Именно те, которые нам кажутся очень благородными, как правило, вредят больше всего другим людям. Я вам сегодня это покажу. Поэтому, когда мы задаем себе второй вопрос, то есть я приглашаю людей в сапфир, для чего? Окей, что это значит для меня? Для чего я их приглашаю? Ну, мы же в бизнесе, как бы, мы в сетевом бизнесе, и мы же понимаем, что наше главное занятие это именно о том, чтобы приглашать людей в бизнес. Окей? То есть, я приглашаю людей в бизнес для чего? И вот здесь, конечно же, тут вылазят все наши подсознательные триггеры, и когда я читаю ответы, мне сразу понятно, какие у людей в жизни проблемы есть, потому что это очень наглядно. Окей? И давай мы посмотрим. Наташа. Для чего я приглашаю людей в бизнес? Приглашаю людей в компанию, я расширяю свою первую линию, а это при условии их активности и дублицирования дает реферальные выплаты и более быстрое достижение рангов. Это ничего никому не дает и на вопрос не ответила. Почему не ответила? Ну, потому что просто нет полного понимания и мозг не дает никакого ответа, а если мозг не дает ответа, для чего тебе люди, для чего ты их приглашаешь в компанию Сафир, вообще в компанию в бизнес, то непонятно твоей системе человек, какие люди должны быть, кого приглашать, то есть как они должны на тебя реагировать, как они вообще должны реагировать на то, что ты им хочешь донести или на саму компанию Сафир, то есть в голове каша, система твоя, она не понимает какой сигнал и кому посылать, то есть какая категория тебе нужна людей, зачем они тебе вообще, для чего они тебе, а потому как помним, да, один из законов с Леной гласит, что не должно быть корысти и должен быть, скажем, запрос таким образом, что он должен касаться именно тебя, то здесь на этот второй вопрос все, в принципе, все, и мужчины, и женщины, и любой человек, который приходит в бизнес, он может ответить примерно одинаково для того, чтобы соблюдать эти законы и для того, чтобы был результат. Значит, первое, если я понимаю, что я приглашаю людей в бизнес, причина этого должна быть бескорыстная и сугубо личная, и при этом, как я вам уже объяснила в первом варианте, должна быть очень важная и приоритетная, почему, потому что только суперважная и приоритетная задача, туда идет больше потенциала, и она включает в себе все, окей, то что я могу себе сказать, я, Татьяна Котлерова, я сейчас скажу на своем примере, каждый может подогнать это под себя, я себе могу сказать, я приглашаю людей в компанию Сапфир для того, чтобы на командном сборе компании Сапфир в конце 2023 года вместе с моей командой в 150 тысяч человек отпраздновать мою позицию закрытия моего ранга звездный диамант и поделиться радостью получения бонуса в 5 миллионов евро карьерного бонуса с огромным количеством моих успешных, богатых, счастливых, амбициозных партнеров моей команды на этом празднике. Поняли смысл? Я не говорю о том, что я хочу куда-то кого-то, чтобы закрывали они позиции, чтобы они выросли, чтобы какие-то особые люди были. Нет, я свое желание изъявляю так, что в нем уже all-inclusive, в нем есть успешные, то есть, если я за два года дохожу до этого ранга, это уже предполагает, я указала только примерное количество партнеров до активных партнеров, а значит, их может быть в общей сложности гораздо больше, но я указала мое желание касаемое меня, я хочу радоваться на этом празднике, присутствовать на нем, радоваться и делить эту радость вот с такими и с такими и с такими людьми, то есть, это уже предполагает, что их много, они счастливые, они успешные, потому что иначе бы я этот ранг не закрыла и иначе бы я не получила этого бонуса, вот вам пример, переслушайте в записи и постарайтесь свое что-то носить, не надо меня копировать, потому что у вас могут быть свои планы, свои сроки, поймите просто суть вот формулировки, да, кто-то из вас может быть скажет я приглашаю людей в компанию Софир для того, чтобы вместе с ними не знаю там через три месяца покататься на моем новом автомобиле и прокатить всю там половину моей команды на этом супер классном новом спортивном Мерседесе, да, и вместе с ними разделить радость успеха. Кто-то еще как-то, то есть вы должны понять, что опять же я приглашаю, если я вот свое желание опять же разберу дальше вот то, что я сказала, я задам себе вопрос, зачем мне это надо? Я могу, ну, мне как бы сложно идти многоэтапно, да, потому что я уже постоянно это делаю, но я могу, могла бы сказать, мне это нужно для того, чтобы чувствовать себя реализованной за счет реализации людей вокруг меня. Или мне, зачем мне это надо? Мне это надо для того, чтобы просто вот еще больше расти в моей осознанности и в моем глобальном, да, расширении, радуясь от радости других людей вокруг меня. Окей? Если я дальше спрошу еще, а зачем мне это надо? Я могу сказать, что это надо, мне это надо для того, чтобы прям вот до глубины души прочувствовать радость коллективного успеха и коллективного развития. Вот это мне надо, это мои амбиции, да, и это в расширении, потому что оно не конечно, оно постоянно будет расширяться, вот туда моя система человек даст весь потенциал. Поэтому переслушивайте в записи урок, находите свое, не старайтесь сразу брать ту планку объема, в которой вы не чувствуете, потому что у каждого она своя, начинайте именно с той, найдите ту, где ваша душа открывается, она говорит, вот это классно, конечно же, когда вы дорастете туда, у вас будет следующая планка, вы еще расширитесь, еще расширитесь, не сравнивайте себя со мной, потому что я этим процессом занимаюсь, ну, можно сказать, всю жизнь с рождения, поэтому каждый должен обязательно найти свою внутреннюю планочку и на ней концентрироваться, ее лелеять, ее чувствовать, и тогда вы пойдете правильно, у нас у каждого свой путь, но есть еще один закон вселенной, который говорит, что когда вы позволяете себе выйти на ваш истинный путь души, у души для вас приготовлены все инструменты, там происходит все легко и просто, мы сами себе запрещаем мечтать, мы запрещаем желать, потому что хотеть и желать это две разные вещи, хотеть это из ума, а желать это из души, это другой уровень ощущений, мы запрещаем себе ставить цели, мы запрещаем себе планировать четко, то есть как-то анализировать это все, мы запрещаем себе ставить конкретные намерения, которые уже должны обязательно подкрепляться действиями, и мы чаще всего, даже если все это мы делаем, мы запрещаем себе действовать, мы находим кучу всяких оправданий и отговорок, что у нас какие-то более важные дела, у нас дети, внуки, работа, которая нам дает мизерную зарплату, у нас еще что-то, еще что-то, поэтому нам некогда, некогда от слова, никогда у нас этого не будет, поэтому, опять же, следите за русским языком, и после этого, после этого, я хочу вам дать еще два примера, я думаю, что вот этого достаточно, да, хочу вам дать сейчас два примера, как примерно можно использовать те знания по списку, которые вы делали, те, кто сделали, те, кто не сделали, посмотрите обязательно первый урок, сделайте, закончите ваши списки, выгрузки памяти, сформируйте себе два шаблона, один шаблон тех категорий и качеств людей, которые вам нужны для жизни, чтобы ваш мозг понимал, что вот такие должны быть люди, вот этих категорий и вот таких вот качеств, с которыми я хотела бы общаться и шагать дальше по жизни, окей, это не значит, что всех других вы должны расстрелять или уничтожить, нет, с ними вы просто поменяете отношения, вы не будете больше от них ожидать того, что вы раньше ожидали, вы не будете им предъявлять претензии, вы не будете на них обижаться, когда они реагируют на вас или на что-то, что вы им даете не так, как вы ожидаете, вы будете просто понимать, что они не могут по-другому, бесполезно, но у них просто этого нет, окей, и вы просто поменяете с ними отношения, а вот другая категория людей, которые вам вот по вашему шаблону нужны, они начнут у вас появляться, даже если может быть сейчас мало их вокруг, это первый шаблон, это в жизни отношения, и второй шаблон это для бизнеса, вы должны четко проработать, какие должны быть в вашем окружении люди, которые вам нужны для бизнеса, чтобы ваш мозг четко понимал, какой сигнал давать в атмосферу и каких людей вам притягивать, окей, после этого, после этого вам нужно понять, что не существует какого-то единого шаблона, который вы можете создать для того, чтобы поговорить с теми людьми, которые у вас для бизнеса, они все разные, почему? Потому что у одних может быть одни качества, а у других могут быть другие качества, даже если качества одинаковые, у одних могут быть в приоритете одни качества, у других другие, поэтому нужно уметь составить диалог так, чтобы дать человеку именно то, что соответствует его системе, то есть нажать на кнопки его качеств и нажать, скажем, на те боли, которые у него могут быть. Я дам вам сегодня два примера, на следующем уроке мы немножко больше пойдем именно в эту тему, и сегодня я вам дам два примера именно для теплых контактов. На следующем уроке мы поговорим именно по системе вопросов, которые можно задать холодному контакту, для того, чтобы быстро в течение четырех минут выяснить, какая это категория человека и какие у него качества. И тогда можно будет применять примерно вот такую же формулу, чуть-чуть модифицированную. Итак, для примера, да, сегодня я беру категория 6, то есть люди категории 6, это самая работоспособная публика, которая прям как муравьи, работают, 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 окей? По такому же принципу можно проработать затем и категорию 7, и категорию 8. И мы берем по качествам, то есть для примера я взяла 4 качества. Первое, первое, это трудолюбивый человек, это может быть мужчина, женщина, неважно. То есть мы его знаем, идет речь о теплых контактах, люди, которых вы знаете, которые могут быть в вашем списке, окей? И вы знаете, что этот человек очень трудолюбивый, он всегда делает все и работает много, он не боится работы, если надо что-то воплотить, он может сутками сидеть, окей? Очень трудолюбивый человек, никогда не жалуется на работу. Готовый учиться и обучаемый второй критерий, то есть первый по приоритетности, вы знаете, что это его главное преимущество, он трудолюбивый. Второй, готовый учиться и обучаемый, то есть они всегда ищут что-то новое, изучают до конца, хотят разобраться, то есть не боятся этого. Легко переключаются на что-то новое, позитивные, всегда улыбаются, всегда в хорошем настроении, никогда не негативят, как бы не участвуют в сплетнях, всегда на позитиве, все всегда классно. И очень целеустремленные, то есть это те люди, которые, если цель поставили, все, он обязательно до нее добьется. Неважно в чем, в работе или в жизни, в отношениях, в событиях, цель поставлена, обязательно до нее дойдет, это очень важное качество. Если вы знаете, что вот такой человек, как к этому человеку можно подойти с предложением, окей? Первое, что нужно понимать, если вы звоните и говорите, «Привет, Сергей, ну че, как там дела?» Все, вы поставили крест. То есть очень важный момент – это настрой перед тем, как звонить человеку. Во-первых, не писать, а обязательно звонить. Обязательно голосовое общение, еще лучше, если это видеорежим. Это законы большого бизнеса, окей? Окей, поверьте мне, ни один крупный бизнесмен своему предполагаемому по бизнесу партнеру не пишет смс или сообщения на WhatsApp или на Telegram. Только звонки, только личное общение, окей? Поэтому звоним, голос должен быть четкий, садимся прямо, не вот так «Привет, как там дела?» Потому что тон меняется, энергия не идет свободно так, как она должна идти. Когда я сажусь прямо, у меня голос звонкий, четкий поток голоса идет напрямую. Это очень важно. Садитесь и звоните. «Привет, Сергей, как там у тебя дела?» То есть это такая связка вопроса, который переключает на вас. Что нового в жизни? То есть можно добавить еще. И спокойно выслушиваем, не перебивая, не вставляя ничего своего. Не важно совершенно, что он вам ответит. Он вам может ответить просто «Все классно, все нормально» или «Что-то расскажет». Не имеет никакого значения. Не перебиваем. Даем человеку настроиться на вас. Окей? После чего, как только он закончил, даже если он вам сказал что-то интересное, что вас зацепило, и вам хочется что-то добавить, не надо этого делать, иначе вы уведете в сторону. Прямо запишите себе вот так вот на бумаге, рот не открывать, пока не закончит. Окей? После чего, опять же, как только он закончил, мы включаемся сразу и говорим, «Сергей, смотри, на самом деле я тебе звоню по делу. Не буду тратить твое драгоценное время и сразу скажу, что позвонила или позвонил, смотря кто это делает, именно тебе, потому что знаю тебя как трудолюбивого, позитивного и целеустремленного человека, который всегда добивается того, чего хочет и не боится нового». Мы его раз и подняли на несколько уровней. То есть мы его раз переключили, два переключили, три, четыре. Человек сразу раз и настроился на какую-то другую планку, неважно, чем он там занимался. До этого мы его переключили, мы его подняли в его же лице. Это очень важный момент. Окей? Дальше продолжаем, не останавливаясь. То есть мы его переключили, никакой паузы, продолжаем дальше. Именно для таких людей, как ты, есть сегодня суперинтересное предложение, в котором ты с твоими способностями легко разберешься и, может быть, поможешь и мне понять еще лучше масштаб и возможности, которые в этом заложены. Я не сказала никакой конкретики, но я сказала человеку, что он крутой. Я обозначила его качества, которые в подсознании тут же щелк-щелк-щелк, раз они у него есть, они сработали. Окей? Как ключи такие триггерные. И я его еще раз поднимаю и говорю, что смотри, это только для таких, как ты, и именно ты в этом можешь разобраться. В чем он как бы, он не знает. И не важно, знает или нет. Я ему дальше опять без паузы опять продолжаю. Я решила, или я решил, если это мужчина говорит, да, тебя пригласить вместе со мной на очень важный информационный вебинар. И говорю ему сразу, когда, сегодня, допустим, в такое-то время, или там завтра в такое-то время, да. Если это не вебинар, если я заранее договариваюсь с моим лидером, чтобы вывести на личную встречу, то тогда я ему говорю, пригласить на личную встречу с очень крутым профессионалом. Обязательно продаем очень дорого того человека, который с ним будет разговаривать. Он может быть не особо и крутой профессионал еще, и может быть он в сапфире всего месяц. Не важно, важно дорого продать спонсора или лидера, которого вы продаете. Для этого у меня есть вообще отдельные как бы уроки, где я даю шаблоны, как составить вот именно описание своего лидера, чтобы его круто продать. Потому что, когда вы продаете того, кто будет спикером передавать информацию, если вы не умеете его продать, его слушать серьезно никто не будет, каким бы он крутым не был. Да? Если вы его заранее дорого продали, то мозг человека подсознательно его настраивает на то, чтобы слушать внимательно и понимать важность информации. Это очень важный психологический момент. То есть, я говорю, на встречу с очень крутым профессионалом обязательно называю имя и фамилию, допустим, там, не знаю, с Евгением Поткиным, да, или, не знаю, там, с Марией Васюткиной, неважно кто, окей, который или которая любезно согласились выделить мне время для разговора с тобой. Окей? Я напомнила, время будет мало. Выделили время, это прям вот для тебя подарок, да. Очень крутой любезно согласился. Все, триггерные точки закрыты. Окей? И опять без всякого, без всякой паузы, я говорю, тебе будет удобней вот во столько-то, да, там, завтра или во столько-то. То есть, какой-то день, какое-то время, такое или такое. Естественно, чаще всего человек тебя спросит. Ты подожди, Вась, ты вообще, или там, подожди, Татья, о чем речь-то? То есть, это нормально, да? И в этот момент идет закрытие. И вы говорите, ну, конечно, речь идет о двух самых насущных сегодня для всех вопросах. Первое, это о том, как сегодня можно создать очень быстро, как сегодня можно быстро создать очень большой пассивный доход на 19 лет вперед. А второе, как можно себя обезопасить от потерь, конфискации или блокировок на банковских счетах своих сегодняшних или будущих активов или доходов или денег. То есть, тут вы подбираете, какая вам удобнее фраза, да, в ситуации. Так в какое время тебе будет удобней? Вот в это время или в это время? Опять же, без паузы, просто подтверждайте время. Окей? И если человек медлит, если он сказал вам время, окей, закрыли, все, спасибо, завтра я тебе еще напомню, положили трубку, ни в коем случае не продолжать никакие разговоры. Если человек медлит и что-то никак не решается, ты можете тогда еще добавить. Для того, чтобы разобраться в этой теме, тебе не нужно никакие дополнительные знания и не нужно ничего менять в жизни. А если тема тебе понравится и захочешь в ней разобраться глубже и лучше, то у них есть суперкрутое обучение, которое в любом случае, любому пригодится в жизни. Вы же помните, что он обучаем и любит учиться. И вы добавили еще его же параметры сюда. Так я назначаю встречу во столько-то или во столько-то? Окей? Или так я тебя жду на презентацию во столько-то или во столько-то? Окей? И обязательно, когда он сказал «да», во столько-то, вы обязательно себе записываете. И минут за 10-15, не раньше, 10-15 минут, до начала события, встречи или вебинара, вы ему вежливо напоминаете. Звонком, ребята, не смсочкой, не пишем. Мы берем и звоним, окей? И говорим «Привет, все в порядке? У нас все в силе? Я хочу тебе напомнить, что у нас вот через 10 минут встреча». Окей? Вот так очень легко приглашать людей на вебинар. Окей? Когда говорит «нет», ну, я хотела чуть попозже это объяснить, да, после второго примера, ну, сразу отвечу, Наташа. Если человек по каким-то причинам говорит «нет», причины могут быть разные. Если человек просто говорит, что у него в это время или в этот день нет времени, то... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все, пошла связь. Это у нас тут интернет гуляет. Главное, чтобы пошло дальше. Все замечательно, отлично. Итак, если человек просто категорично начинает что-нибудь гнать, то просто извинились, сказали «все, я понимаю, это не тот момент, услышимся в следующий раз». И просто положили трубку. Во-первых, когда вы звоните, когда вы звоните, вы четко, когда вы задаете вопрос «Привет, как дела?», вы уже по интонации голоса, вы можете определить, позитивный момент у человека или нет. Если человек начинает говорить «да, вот тут не очень, тут вот это, вот это случилось, тут сейчас вот не до этого», не начинайте разговора, не надо в этот момент разговаривать. Просто пожелайте ему хорошего дня, чтобы он побыстрее решил свои задачи. И скажите «да, ничего важного, я просто так позвонил, ничего страшного, не буду отрывать твое время», и положите трубку, иначе вы просто сожгете контакт. Нельзя человека пытаться включить, когда он на негативе, или у него какая-то очень большая нерешенная задача в этот момент. Когда он занят, когда он в спешке, когда он раздраженный, когда он уставший, не надо этого делать. Просто лучше перезвоните на следующий день и спросите «ну что, как дела?» Он может быть в другом состоянии, в другом настроении, и тогда состоится разговор. Не торопитесь, сафир не закрывается завтра. У вас куча времени для того, чтобы обработать правильно ваши контакты. Окей? Вот это очень важно, очень важно. Интонация, настрой, и определить в первые две минуты, или там три минуты, четыре, сколько вам понадобится, такой настрой у человека. Окей? Если это теплый контакт, вы его знаете, вы уже сможете по интонации, по голосу, по ответам определить. Окей, второй вариант. Давайте посмотрим второй вариант, тоже шестерка, да, критерии, то есть какие параметры у человека. Успешный, это как бы, скажем, главный параметр, что он всегда успешный. То есть любое начинание доводит до конца. Всегда во всем, в мелком, в среднем, в крупном. Позитивный, тоже всегда на подъеме, всегда в ресурсе, всегда улыбается, всегда позитивный. Амбициозный, то есть ставит всегда большие задачи, тянется к большим деньгам и к большим целям. ответственный, ответственный, то есть ответственно всегда относится к тому, что на себя берет. Стрессоустойчивый, это значит, что у человека может быть были падения или неудачи, но он их легко проходит, не уходит в депрессию, не начинает негативить, а просто разворачивается и опять поднимается. И открытый к новой информации, то есть всегда готов послушать что-то новое, проанализировать, оценить. Окей? Берем такого человека. Пусть это будет женщина в данном примере. Окей. Опять звоним, настрой, голос, прямая спина. Привет, Ольга, как дела? Опять же определяем по голосу и по тому, как отвечает человек, ее настроение, что у нее там происходит, в каком она состоянии. Окей. Опять же можно добавить вопрос еще, что нового, можно не добавлять, можно этого добавочно. То есть услышали, что она ответила, опять же, неважно одним словом, предложением. То есть, если вам мало одного слова, когда она тебе ответила, или там фразы, которые ответила, можно, опять же, что нового задать и опять послушать еще, посмотреть, если настрой позитивный, все в порядке. Окей, продолжаем. Оля, я позвонила тебе по делу, зная тебя как очень позитивного и суперуспешного человека или лидера, если это сетевой лидер, да, то есть, если вы знаете, что это человек из сетевого маркетинга, то можно сказать, как очень успешного лидера, который подходит ко всему очень ответственно и всегда ставит себе очень высокие планки и цели, то есть, мы раз и опять включили триггерные точки, да, по качествам человека. Проходя успешно и спокойно все неудачи и препятствия, я решила поделиться с тобой очень важной информацией, потому что уверена, что с твоими качествами, можно сказать, с твоими лидерскими качествами и компетенциями ты разберешься в этой теме намного быстрее и лучше, чем я. если вы хотите поднять человека выше, чем вы, если вы сами, в общем-то, уже лидер и вы где-то на одной планке, да, то просто тогда можно сказать, что я уверена, что ты разберешься в ней очень легко и быстро, окей, если вы на одинаковом уровне. И поэтому и продолжаем, как в первом случае, да. Поэтому я хочу тебе сказать, да, что сегодня для таких людей, как ты, есть суперинтересное предложение, в котором, опять же, ты со своими компетенциями и разберешься очень легко и быстро, да. Я решила тебе предложить, или можно сразу с этого момента начать, поэтому я решила тебе предложить, посетить вместе со мной информационный вебинар или личную встречу, то есть, что вы здесь ставите. и опять по этому шаблону, то есть, тогда-то, тогда-то, если опять Ольга спрашивает, о чем речь, вы говорите, ну, конечно же, речь идет о самых насущных сегодня вопросах и так далее. Или в этом случае, если мы видим, что Ольга успешная, позитивная и очень амбициозная, мы можем просто сказать, о чем идет речь, когда она задает вопрос, говорит, смотри, речь идет, конечно же, о самых важных двух вещах, первое, это об очень высоких доходах и пассиве на 19 лет, да, который можно сделать буквально со следующего дня, а второе, о сохранности денег и очень-очень высокой карьеры, то есть, амбиции, бац, больше амбиций давим, потому что они у нас успех и амбиции на втором месте, на первом и втором месте. Окей? И дальше опять идем по шаблону. Так тебе когда удобнее, вот так или вот так, да? Опять же, если она немножко медлит, мы можем ее подкачать чуть-чуть, так как в первом варианте, может быть, подогнав немножко под ее параметры, а если она говорит, да, вот нормально, вот в это время, закрыли, и все, все, пока-пока, завтра я тебе напомню. И все. Я сегодня сделала такие коротенькие вот эти примеры, но они очень наглядные, для того, чтобы вы понимали, что люди все разные, для того, чтобы вы легче закрывали любой свой теплый контакт, именно на встречу или на вебинар, да, вам нужно в первую очередь этих людей разобрать по косточкам, как говорится, да, это первое. Второе, вам нужно понять, совершенно не обязательно общаться со всеми людьми из вашего списка, из него нужно выделить тех людей, в первую очередь, которых вам больше всего понятны, да, и когда вы понимаете людей, они становятся вашей, так называемой, идеальной ЦА, которую вы понимаете, чем она живет, какие у нее интересы, какие у нее боли, что у нее внутри, и в этом случае вы сможете совершенно легко нажимать на эти кнопочки, это мы разберем чуть-чуть попозже на следующем занятии, да, и затронем еще тему, вот как раз, какие вопросы задавать холодной аудитории, если у вас приходят просто холодные контакты, да, если вы работаете через соцсети как-то, у вас приходят холодные контакты, как быстро их развернуть, понять, кто они такие, чтобы правильно дать им информацию и правильно их утеплить и завлечь, скажем, на ваши вебинары или на ваши встречи, окей, вот это то, что я сегодня хотела до вас донести, дайте мне обратную связь, кому зашло, семерки мне поставьте, кому зашло, кому эта информация будет по вашему мнению полезна, да, окей, отлично, помним опять и опять, что сама по себе информация не работает, ее нужно применять, чтобы она давала результаты, поэтому то, что вам нужно сделать, окей, закончить списки выгрузки памяти, сформировать из них два шаблона по параметрам, которые я давала на первом уроке, категории людей и качество людей, выделить две, два шаблона, один, общение и жизнь, второй, только бизнес, какие должны быть люди в бизнесе, окей, и уже из них посмотреть, какие люди, каких людей реально для бизнеса вы можете из этого списка сконтактировать, окей, затем в обязательном порядке в первый момент мы отвечаем на вопросы, для чего мы пришли в компанию Сапфир и зачем нам это надо, для чего мы приглашаем людей в компанию Сапфир, да, и зачем нам это надо, и после чего мы составляем себе на листочке, вот так, как делаю это я, несколько шаблонов, которыми мы будем прям наизусть учить и делать звонки нашим теплым контактам из нашего списка, который мы приготовили для бизнеса, окей, так, подождите секунду, тут если вопросы есть, я отвечу, конечно, будем взрослеть, ну, пора бы уже, ребят, если в другом городе, можно переслать вебинар, а при чем тут другой город, мы все в разных городах, абсолютно, наши, мои вебинары, вот я его сейчас скачаю, поставлю на YouTube, ссылки поставлю в чатах, опять же, если вы в том чате, куда ссылка не попадет, долбите своего вышестоящего, того, кто в ваш чат, ставит ссылки на вебинары, на школы, на презентации, чтобы вам поставили или дали эту YouTube ссылку на эту школу, все на предыдущую, на эту, по-другому как, все, слушайте в записи и работайте, окей, так, если я не один раз так приглашала людей, компании, реакции людей, то ли я приглашать буду так, не поняла, а если я не один раз так приглашала людей в компании, и реакция людей, Маржан, я могу руку на отрезание отдать, свою вообще с закрытыми глазами, что вы так никогда никого не приглашали, не говорите глупости, почему, потому что вы сегодня мне уже писали, и даже вот потому, как вы это написали, я понимаю, что вы не прошли первого урока, вы не знаете, о чем идет речь, и точно вы по этому, по этому принципу не приглашали, приглашать надо никого попало, как попало по одному шаблону, если вы не понимаете, что такое категории людей, как на категории разбить и на качество разбить по шаблонам, то вы можете вот шаблонно вот это приглашение давать просто наобум, это то же самое, что тыкать пальцем в небо, попытаясь попасть в какую-то звезду, это не работает, нужно понимать, кому и что вы даете, вот тогда оно работает, мое обучение именно для этого, прослушайте первую лекцию, сделайте полностью 100% работу, и только после этого вы можете применять подобные шаблоны, потому что вы будете понимать, для чего они создаются, они не работают на всех подряд, окей, Наталья, зачем сапфир, что предлагаю список два шаблона, да, окей, богатырь Лариса Петровна, имею в виду место встречи, я не поняла, о чем это, наверное, если в другом городе, так не надо встречаться, я говорила о звонке, нужно брать и звонить, это не о встрече идет в речь, сегодня в наше время, где все эти ограничения, мы про встречи уже вообще забыли, все делается только по телефону, только не смс-кой, а именно звонком, на YouTube открытый доступ к обучению, да, вот на эти лекции, да, все школы раньше, которые были платные, они, конечно, закрыты, список можно постоянно добавлять, да, но я не советую вам делать это постоянно, когда вы сделали выгрузку памяти, вот когда вы сделали выгрузку памяти, с которой вы сделали шаблоны, этого достаточно, вы можете повторять выгрузку раз в год, потому что память все равно достает какие-то старые шаблоны, и мы нарабатываем на автомате новые, да, потому что, ну, мы просто не понимаем и не знаем, как они формируются, поэтому я, допустим, раз в год примерно делаю выгрузку памяти себе, сейчас, наверное, уже пореже, потому что уже на автомате как-то оно работает, вот, но вообще я своим ученикам советую делать раз в год, для того, чтобы опять обновлять шаблон, а потом мы же тоже растем, наши критерии увеличиваются, запросы увеличиваются, поэтому мы создаем обновленный шаблон, какие теперь нам нужны люди, да, для общения и для бизнеса, и это очень помогает, и потом уже на базе этого мы смотрим, какие люди у нас есть, которых мы можем прямо сейчас сконтактировать, а которых нужно оставить в покое, потому что мы их уже переросли, да, вот так, все взаимосвязаны, да, это цепочка, Александр Плужников, а если я уже почти 20 лет, как не могу общаться голосом из-за нарушения речи, что мне делать? Ну, в этом случае, если это ваши теплые контакты, Александр, они знают, что у вас нарушение речи, тогда вы можете воспользоваться перепиской, потому что мы говорим сегодня о теплых контактах, о людях, которые вас знают, в этом случае, да, ну, это исключительный случай, да, это исключительный случай, здесь можно перепиской. Да, всем в Анталию, ребята, приезжаем в Анталию, встречаемся, дорабатываемся, там будет очень много интересного, поэтому... Венера, после того, как вы описали свою квартиру будущего, через сколько ее купили, я вам сказала, ну, во-первых, я не покупала квартиру, хотя то, что я хочу, я его тоже нашла за сутки, но я пока не собираюсь покупать, я не определилась еще толком, в каком районе я хочу находиться, а для... чтобы снять квартиру в аренде, потому что я всю жизнь живу в аренде, я люблю передвигаться, я могу завтра поменять квартиру, меня ничто не связывает, я нашла за сутки. Я сегодня села, сказала, мне нужно вот это, вот это, вот это, моя цель, вот уже вот с такого-то числа находиться в другой квартире, она должна быть вот такая, с такими параметрами, такого метража, и вот за такую цену, вот с такими условиями. На следующий день я поехала, и все, и я нашла такую квартиру. Все. Разьяр, наконец зашло. Супер! Молодец! Окей, если вопросов больше нет, всем все понятно, я вас благодарю за присутствие, хорошего всем продолжения дня, следующий урок у нас будет в среду, у вас куча времени для того, чтобы закончить домашку предыдущих занятий, пересмотреть вебинары по два, по три раза, и сделать конкретную работу, и даже уже успеть кого-то прозвонить, ребята, и на следующем вебинаре, и на следующей школе поделиться своими результатами, поэкспериментируйте, не откладывайте. Чем раньше вы начинаете действия, которые подтверждают ваше намерение, тем больше результата идет. И я буду очень рада, если к следующему вебинару кто-нибудь расскажет уже о своем опыте, как вы это попробовали, как у вас пошло, какие инсайты у вас пришли во время выгрузки вот этого списка, какие люди вдруг у вас всплыли, и как на вас стали реагировать другие люди. Это все очень интересно, и чем больше вы делитесь с другими, тем больше у других тоже открывается что-то. Поэтому всем хороших выходных. Я вас всех люблю и обнимаю. Ребята, качаем бизнес, потому что если не мы, то другие займут рынок. Поэтому сегодня вот у нас было почти 160 человек. Я хочу эти 160 человек к концу года видеть с миллионными чеками. Всем вам добра, всем хорошего настроения и хороших выходных. С вами в эфире была Татьяна Котлевова.